Большая опера И я думаю, что это одна из главных движущих сил и в опере, и вообще в сценическом искусстве И это тема нашего сегодняшнего тура – оперные дуэты А оценивать наших конкурсантов, наши дуэты, будет наша великолепная жюри Наша, не устану это повторять, образцовая жюри, поскольку его возглавляет народная артистка Советского Союза Несравненная и блистательная Елена Образцова Художественный руководитель молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин Народная артистка Советского Союза, благородная Примадонна Большого театра Тамара Синявская Директор латвийской национальной оперы Андрис Жагарс И пятый элемент, пятый ротируемый член жюри Наш гость – советник президента Российской Федерации, народный артист России, солист Мариинского театра Юрий Лаптев Могучую поддержку нашим конкурсантам оказывает Камерный оркестр Московской консерватории под управлением маэстро Феликса Коробова Участники нашего состязания готовы уже выйти на сцену и исполнить один из самых популярных, да и любимых дуэтов во всем мировом оперном репертуаре Это дуэт Птицелова-Папагена и его возлюбленной пташки-папагены из волшебной флейты У этой парочки еще все только начинается Они обожают друг друга и хотят составить дружную семейку При этом он, желая детям добра, хочет, чтобы дети походили на нее, а она хочет, чтобы непременно на него И еще они очень стараются составить абсолютно идеальный и вокальный, и семейный дуэт Ну мы-то знаем, как это сложно, но в волшебной флейте возможно все Встречайте наших конкурсантов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Папа-папа-папагину! Спасибо вам, дорогие наши конкурсанты. Вы, как всегда, великолепны. Ну а теперь приступим к конкурсному нашему прослушиванию. Но прежде мы хотим вам показать таблицу, как распределились баллы участников. Да, но эта таблица без учета зрительского голосования. А зрительское голосование чрезвычайно для нас важно, потому что именно оно влияет на наши результаты, на результаты нашего конкурса. Так что, пожалуйста, голосуйте. И хочу вам напомнить, что победитель зрительского голосования получает еще один дополнительный балл к своему результату в нашем конкурсе. И вот сейчас мы вам покажем таблицу, где произошли изменения. Вот тот самый заветный зрительский балл получила Евгения Ширинянц. Ей отдали свое предпочтение 31,8% от голосовавших. А их было великое множество. Совсем немного от нее отстает Олег Полпудин. Ваше мнение влияет на судьбы участников. Поэтому не уставайте голосовать за тех, кто вам понравился. Голосуйте. Итак, сегодня у нас соревнуются оперные дуэты. В этом жанре сходятся все оттенки человеческих страстей. Любовь, ненависть, обожание, коварство. Все краски, которыми полон мир. И все краски, которые существуют в опере. Ну что ж, посмотрим, как справиться с сегодняшним заданием юная участница нашего конкурса Евгения Ширинянц и уже опытный солист Мариинского театра Сергей Скороходов. Евгения Ширинянц выйдет на эту сцену в образе любящей и страдающей Виолетты. А господин Скороходов будет ее пылким возлюбленным Альфредо. Ну мы-то с вами знаем, что куртизанка Виолетта больна туберкулезом. И юный Альфред пытается убедить ее в том, чтобы она бросила свое занятие и ответила на его чистую любовь. Но Виолетта говорит, что, увы, она уже разучилась любить. Но, конечно, нежные слова Альфреда пробуждают любовь в сердце Виолетты и возможную надежду на счастье. Итак, это дуэт сомнения и скрытой страсти. Евгения Ширинянц, Сергей Скороходов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О, если чё, фоссе, Нон потрести, ально рачилиар! Сиди, да веро! Йо, нон виганно! Товоль твоё, иди, аморти! О, си, да уноно! Унди, Феріце, Этереа, Нива ле насте иннанте, Эд, да quel дий, Тремонте, Виси д'ignота морти, Виси, Субтитры подогнали Симон. 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 Это вдвойне цена. Елена Васильевна, подведите итоги, пожалуйста, этого этапа. Ну вот я слушала всех. Да, слушала я всех в жюри. Значит, я не могу согласиться по поводу Жени, что она пела. Она маленькая, она молоденькая совсем, но она справилась с этой партией. Она справилась с этим дуэтом. Я, например, в 18-19 лет так не пела, как Женя. Молодец. Жариса была молодец. И, конечно, мальчик ее тоже был хорош. Вообще два дуэта, которые несопоставимы, потому что это совершенно один классический дуэт, другой из веризма. Вот настоящего веризма я не увидала ни у одного, ни у второго. Ну, я не знаю, вы обе мне понравились, я бы вам поставила ничью. Ну, так как жюри проголосовало за большинство за Ларису, ну, значит, Лариса выиграла. Спасибо большое. Спасибо. Лариса Андреева победила в этих поединках дуэтов. И получает два балла в турнирную таблицу. Я хочу напомнить о том, что вы, господа зрители, тоже можете влиять на положение наших конкурсантов в турнирной таблице, ибо ваш голос учитывается также. Наберите короткий номер 6060 и укажите номер понравившегося вам конкурсанта. Евгения Шаринянц номер 8, Лариса Андреева номер 2. Победитель зрительского голосования получает дополнительный балл. И еще хочу напомнить, что голосовать можно в течение одних первых суток после нашего конкурса. А теперь нас ждет комический любовный дуэт. Моцарт, свадьба Фигара. Свадьба Фигара – это опера-буф, это музыкальная комедия положений. Фигара и Сузанна. Дуэт накануне свадьбы. Фигара меряет шагами комнату, где он предполагает поставить свадебное ложе, а Сузанна, Сузанна меряет свадебные шляпки. Но о чем в это время помышляет граф Альмавива, мы уже помолчим. Итак, Александр Меменашвили, наш участник большой оперы, и солистка геликон-оперы Елена Семенова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 . КОНЕЦ ДИНАМИ Субтитры создавал DimaTorzok А в жизни вы вообще вот такой вот тоже легкий, игривый человек? Ну, не сказал бы. А где вы родились, простите? Я родился в Карачао-Черкесской республике, в станице Зеленчукской. Вот как! Вот как! А я хотел бы спросить Елену. Елен, вот вы уже опытная актриса, певица, прошедшая школу самого Дмитрия Бертмана. Как вам с нашим конкурсантом пелось и игралось? Я думаю, что это певец, который достигнет очень многого, потому что он просто очень умный певец. Хорошо, спасибо. Идите томиться за кулисами в ожидании. Мы продолжаем наш конкурс дуэтов. Дуэтов в основном любовных. Ну, конечно же, любовных, потому что вокруг этого великого чувства и земля движется, и движется все искусство. И для любви нужны как минимум двое. Правда, иногда для обострения ситуации может появиться и третий. Сейчас мы увидим, как искуситель Дон Жуан постарается соблазнить простушку Церлину и умыкнуть ее с собственной ее свадьбы. Ну и посмотрим, как с этой задачей севильского соблазнителя справится наш конкурсант Евгений Кунгуров. Тем более, что задача у него не из простых. Он не простушку должен соблазнить, а уже опытную певицу с хорошей репутацией, лауреатом многих международных конкурсов, Динару Алееву. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Дима Тorzok Дима Торzok Дима Торzok Дима Торzok Дима Торzok Дима Торzok АПЛОДИСМЕНТЫ Дима Торzok АПЛОДИСМЕНТЫ Дима Торzok Дима Торzok АПЛОДИСМЕНТЫ Юрий Константинович Ваше мнение вдвое интересно И как певца И как оперного режиссера Потому что все-таки дуэты Вот в жизни Вот посмотрите Вы прекрасно улыбаетесь Вы симпатичные молодые люди На сцене получается что-то другое Каждый мужчина имеет какой-то Вирус графа Дракулы Поэтому вот мои претензии К обеим дуэтам Которые мы здесь прозвучали Но мне кажется В естественности своей Победил Александр Миминашвили Я отдаю вам свой голос И так 4 голоса за Александра Миминашвили Елена Васильевна Ваша оценка пожалуйста Ну это тоже два несовместимых дуэта Которые невозможно сказать Кто лучше, кто хуже Леночка Семенова и Александра Миминашвили Вы были очень хороши Было смешно, было задорно, радостно Очень искренне играли И мне очень понравились Очень понравились И то, что ты ее унес туда И долго не выходила за кулисы Ну вот Конечно Вот господину Лапчеву не хватило Там чего-то в Евгении Кунгурове Как в мужчине А мне очень понравилось Я бы за тобой пошла точно Была бы я помоложе Вот я опять затрудняюсь кому дать Ну так как все Шури За Миминашвили Ну что делать Ну прекрасно Значит Миминашвили Два балла Копилку Уважаемые телезрители Поддержите наших конкурсантов Отправляйте смс на номер 6060 И укажите номер Понравишься вам певца Александр Миминашвили Номер 5 Евгений Кунгуров Номер 4 Глядя на оперный дуэт Сразу можно понять И отношения персонажей И отношения партнеров на сцене Насколько они симпатичны друг другу Или наоборот антипатичны Или вдруг жестоко конкурируют между собой И подобный опыт накопился конечно у каждого певца За его творческую карьеру Елена Васильевна Я уверен что и у вас такой опыт имеется Расскажите какие-нибудь интересные случаи из вашей биографии Могу рассказать что когда у нас был такой конкурс Кармен как бы я так бы я сказала Были несколько составов Кармен в театре Лисео в Барселоне Пришел на сцену Хустина Диас Такой испанский красавец просто Баритон из камильо И когда он прощался со мной в конце И уходил на К быкам Он меня так поцеловал Что я забыла все слова Я думала сойду с ума просто Спасибо Ну а сейчас мы продолжаем наш конкурс Зрители всегда интересует жизнь богемы Это было и в 19 веке когда Пучини писал свою знаменитую оперу Но и сейчас то же самое Ну сейчас только богему называют светской тусовкой Но в общем то мало что изменилось Нравы почти те же самые Тогда впрочем может быть были чище Судя по опере Сейчас романтический дуэт Очаровательный Мими И поэта Рудольфа Молодые люди которые живут В холодных мансардах Латинского квартала Итак Очаровательная Мими Вероника Джиоева Наш конкурсант И лауреат международных конкурсов Станислав Леонтьев Партии Рудольфа АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А у вас бывали вот такие случаи, что в конце спектакля вы выходите на поклоны и вашему партнеру дали допустим 8 букетов, а вам всего 6. Ваши чувства по этому поводу? Не было такого? То есть вы настоящая Примадонна? Благородный партнер отдаст часть своих букетов А сейчас мы будем иметь удовольствие послушать еще один дуэт, дуэт Розина и Фигара из опер Рассини «Сивильский цирюльник» Композитор написал эту оперу всего за 13 дней. К римскому карнавалу вот так легко, искрометно сделал гениальное произведение А когда Деницетти, который писал по 5 опер в год, услышал, что Рассини написал «Сивильского цирюльника» всего за неделю или чуть больше, он сказал, да, Рассини всегда медленно работал Итак, дуэт Фигара и Розины. Дуэт игра, дуэт кокетство Встречайте в роли Розины наша конкурсантка Александр Ковалевич, в роли Фигара солист «Геликон-оперы» Петр Морозов «Геликон-оперы» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юрий Константинович, пожалуйста, Ваше мнение Действительно, самое главное в Бельканте Это хорошее владение техникой голоса, который позволяет сделать из этого голоса тот инструмент, который абсолютно может озвучить и характер, и стиль, и показать всю палитру этого образа. Оно немного сослужило вам не совсем хорошую службу. Где-то было больше артистизма, нежели контроля над вокалом. И отсюда были все вот те последующие недочеты, которые, ну, я думаю, и мои коллеги тоже отметят. Но я думаю, что мы учимся на своих ошибках, как нас не убеждает учиться на чужих. Что касается дуэта Мимии и Рудольфа, вот здесь, мне кажется, Бельканте присутствует. Поэтому я свой голос отдаю Веронике Дзюрове. Спасибо. Спасибо, Юрий Газельевич. Теперь узнаем, какой дуэт получит приглашение в латвийскую оперу. Вероника и Станислав. Ну, это было уже... Я уже не чувствовал себя на конкурсе. Я чувствовал в хорошем театре, на хорошем спектакле. Конечно, трудно слушать озвучки с колонками, но, мало ли, это было великолепно. Это вообще по всем конкурсным дням, я думаю, это одно из самых лучших, самое лучшее выступление. Вообще, спасибо. Спасибо. Я дую свой голос за Веронику Дзюрову. Спасибо. Спасибо. Тамара Единична, ваше мнение, пожалуйста. Ну, начнем с первого дуэта. С Вероники Дзюрова и Станислава Леонтьева. Ну, я могу сказать вам, что я вас очень-очень сильно поздравляю. Что касается второго дуэта, вы знаете, Александра, вот мои коллеги уже сказали то, что я сама, так сказать, мечтала бы вам сказать, но, видимо, вы и сами лучше всех это все знаете. Поэтому мне сегодня в вас очень многого не хватало, то, что я слышала в предыдущих соревнованиях. К сожалению, я свой голос уже отдала. Итак, три голоса за Веронику. Профессор Дмитрий Вдовин. Ни Пучини, и тем более ни Россини, не любят нажима и преувеличения. Это ведь деликатный дуэт в богеме. И, в общем-то, несмотря на то, что Мими склонна, у нас вообще сегодня концерт персонажа слегка сомнительного поведения, и Мими тоже, но, тем не менее, она это умело скрывает. А у вас она, так сказать, как-то сразу быка за рога, и все уже случилось. Но, на самом деле, конечно, ваши голоса замечательно подходят для Пучини, и поэтому я вам отдаю свой голос. Спасибо, спасибо. Елена Васильевна, ваш вердикт, пожалуйста. Мне очень хотелось бы Александре сказать, что мелкую технику нужно очень остренько петь, да? И очень острая атака должна быть, и обязательно с диафрагмочкой. Я всю жизнь хотела спеть «Разину», и спела я арию один раз в жизни очень плохо, и уже с этой техникой мелкой я закончила навсегда. Теперь Вероника. Вероника была хороша, начала так мощно-смачно, чего можно было и не делать, между прочим. Вот, но мне очень понравилось, как вы взяли верхнюю ноту, потому что она очень неудобно написана и очень опасна. И все режиссеры, которые уважают певцов и жалеют их, они всегда пытаются увести эту пару за кулисы, чтобы они там раздирались и брали эту последнюю ноту. Но голос вы свой отдаёте. Джоевы, Джоевы и Леонтьеву. Спасибо. Вероника Джоева получает два балла в свою конкурсную копилку. Ну что ж, Вероника Джоева доказала ещё раз, что сколь бы мягко она не улыбалась, но всегда готова к борьбе. А Александр Ковалевич тоже отступать не собирается. А вы, дорогие телезрители, голосуйте и выбирайте, кто же, Александра или Вероника. Набирайте 6060 и... Поклонники Вероники Джоевой номер один, поклонники Александра Ковалевич номер три. В нашей программе на сегодня последняя пара дуэтов. Кто же будет первый? Я думаю, что это будет дуэт Гоффмана и Джульетты из оперы Афенбаха «Сказки Гоффмана». Гоффман – поэт, а Джульетта – куртизанка, которая хочет соблазнить поэта и похитить его тень, то есть душу. Скажите, какое коварство? Женщины бывают коварные. Это правда. Вы не знали? И кто же, кого будет лишать тени? Ну, Гоффман у нас Олег Палпудин, а тени его лишить попытается солистка театра имени Станиславского Немировича Данченко Ирина Ващенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Олег сейчас хорошо посмотрел на свою партнершу Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Данченко, Мария Пахарь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Вообще у нас сегодня вечер поцелуев прекрасных, романтических, страстных всяких поцелуев. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА